Привет всем любителям виртуальных приключений, с вами я, Раздор. Шедевральная головоломка эксклюзив с Xbox под названием Limbo наконец-то добралась до ПК, и теперь любой желающий может купить эту игру через Steam. Ждали эту игру многие, в том числе и я сам, и это мой небольшой обзор на неё. С первого взгляда игрушка поражает визуальным исполнением. Стильная черно-белая нуарная графика с эффектом старой плёнки, эдакий арт-хаус от игр. Игра явно старается быть мрачной, давящей и непонятной. Чувство неопределённости преследует нас всю игру. Где мы? Кто мы? Как сюда попали? Игра не старается дать на это ответы. Не старается она и помочь нам в прохождении. Мир игры — это враждебная среда, а мы — посторонний в ней элемент. И Лимба, словно живой организм, старается избавиться от нас любым способом. И лишь позже мы понимаем, что Лимба — это некая грань между небесами и преисподней, где не попавшие в рай или от души будут вечно пребывать в состоянии некой неопределённости. Главный герой игры — это маленький мальчик. Он, как и его сестра, после смерти попал в это непонятное место. И теперь он ищет свою сестру. И чтобы сделать это, он движется вперёд через этот страшный мир. Через грань между прощением и наказанием. Через Лимба. Являясь головоломкой, игра не предлагает игроку ничего, кроме решения пазлов, завязанных в основном на физике. Инерция, архимедовая сила и гравитация тут полноправные владыки. Но, как я уже говорил, игра не ведёт нас за руку и не даёт подсказок. Ваше первое знакомство с головоломками в большинстве случаев будет таким. Одним словом, если померли, сами виноваты. А геймдизайнеры ботабы специально подливают масло в огонь, подстраивая коварные ловушки. В целом, все задачки логичны и просты, и не требуют особо хитрых манипуляций для своего решения. Игра не бросает нас в яму со змеями с одной лишь зубочисткой, а даёт сначала задачки попроще. А опыт в их решении поможет нам в дальнейшем. Впрочем, даже стандартные ловушки с лезвиями сделаны тут как-то по-особенному. Возможно, тут играет роль то, как зрелищно ловушки разрывают маленькое тельце героя. А может быть и то, что разработчики знают миру, и всё время вводят какие-то новые игровые элементы. Сражение с местным боссом, пауком, сделано действительно круто. Он будет долго нас преследовать, пока не будет повергнут одной из ловушек. И даже к смерти столь грозного врага игра относится крайне цинично. Ведь после битвы с ним нам придётся использовать его же труп для решения следующего пазла. Впрочем, это трудно назвать битвой. Всё, что мы делаем, это в страхе бежим от этого чудовища. Серьёзным подспорьём в нагнетании атмосферы является звук. Музыка в игре отсутствует как таковая, но она тут и не нужна. Звуковое окружение наполнено естественными звуками. Будь то шёпот ветра и скрип деревьев в лесу, или же звон цепей и скрежет шестерёнок в промзоне. Ничего лишнего. Впрочем, к середине и концу игры атмосфера малость проседает. Если вначале мы бредём через тёмный лес и жуткие болота, а компанию нам составляют явно враждебные в местные жители и гигантский паук, то потом остаётся лишь городские пейзажи, урбанистия и огромные пилы. После первой и третьей игры такое слегка расстраивает. И лишь прохладный дождь способен принести нам покой и внести очередной вклад в разнообразие игрового процесса. Вы знаете, говорить о том, почему в эту игру стоит сыграть, это как объяснять, зачем нужно дышать. Если бесконечные блокбастерные шутеры зажали вас в тиски однообразия, Лимба станет для вас тем живительным вдохом свежего воздуха, после которого понимаешь, что вот оно, то самое неизведанное и новое. Что-то, чего так не хватало. Жаль только, что этот вдох будет очень коротким. Не успев набрать обороты, игра как-то внезапно обрывается. Может оно и к лучшему. Хорошего понемножку. И не спрашивайте меня, куда пропал внутренний голос. Для меня это тоже загадка. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин